Сегодня в 135-й школе на завтрак единственное сладкое блюдо из недельного меню. Манник. Кто-то из ребятишек радостно уплетает за обе щеки, другие отодвигают тарелки. Мне не были ядской щеки. На вопрос, что хотели бы взамен, ребята тоже дают разные ответы. Калтожка феи. Моё любимое блюдо это омлет. Ещё я люблю макароны супа. То, что в столовой на вкус и цвет товарищей нет, организаторы школьного питания знают. Директор центра питания и зам руководителя управления образования сегодня с проверкой. Задача удостовериться, что завтраки тёплые и вкусные. Более глобальное придумать, как добиться того, чтобы школьное питание всё-таки стало лучше, чтобы отодвинутых тарелок было меньше. Кажется, ответ знают повара. Опрос самих детишек, что бы они хотели бы, что бы хотели бы видеть, что бы хотели кушать. Говорят, фри надо. Это возможно? Нет. Ну, как бы категорически. Мы же всё-таки за правильное питание. Как найти баланс между тем, что есть в столовой, и новыми пищевыми привычками современных детей, никто пока не придумал. В ближайшее время всех школьников и их родителей снова опросят о желаемом школьном меню. Город идёт к тому, чтобы оно было единым во всех школах. Правда, каждая столовая всё равно подаст на стол своё блюдо. По качеству и вкусу. Во-первых, еду не привозят. То есть, существует миф, что якобы, раз это аутсорсинговая организация, то еду привозят. И да, готовятся непосредственно в школьном пищеблоке. Привозят продукты, сырьё, полуфабрикаты могут быть, из которых приготовлена пища. Но полуфабрикаты в виде чищенных овощей, например, тех же, для того, чтобы, опять же, минимизировать риски, с которыми мы столкнулись весной. В центре питания очень ждут и конструктивной обратной связи от родителей. Каждое обращение выслушают и проверят. Бывают и объективные замечания, с которыми мы отрабатываем непосредственно с каждым поваром, с каждым пищеблоком. Для того, чтобы дать такую обратную связь организаторам школьного питания, механизм давно придуман и он работает. Главное, взрослым найти время. Может даже сходить на родительский контроль несколько раз. Чтобы знать о питании ребёнка, чем питается мой ребёнок в школе. Насколько вкусная еда, насколько здесь чисто. Всех интересует всегда вопрос, вот на родительский контроль нужно приходить внезапно? Что вы под внезапно имеете в виду? Не уведомлять школу, раз такой пришёл сразу, допустим, сегодня и сказал, прям сейчас пойду. Давайте всё-таки понимать, что это немножко многофакторная история. В школе действуют и антиковидные ограничения, и антитеррористические ограничения. Поэтому внезапно, через пять минут, конечно, это не очень правильно будет, чтобы руководителя школы не ставить нелёгкое положение. Но записавшись условно сегодня, через некоторое время или с вечера на утро, это, конечно, можно будет сделать. За последний год подходы в управление образованием в центре питания пересмотрели. Закуплено оборудование в столовой, идёт смена поставщиков. И эта работа не остановится. Но родители школьников ещё могут помочь. Сформировать в своих детей правильные пищевые привычки. И когда одни добьются качества блюд, другие пусть выберут действительно полезное. Анна Гейнс и Вячеслав Казаков. Новости Прима.